русский марш навальный вызывает на спор русский мир гиркина день позавчерашний русский марш призывает день вчерашний русский мир маршист зовет к ответу боевика хвост змеи национализма желает уязвить голову с ядовитыми зубами и холодными глазами мой дорогой русский мир как же так что ты там натворил в украине разве так можно мой дорогой русский марш я вырос из тебя почти десять лет ты меня лелеял я ходил в твоих сапогах а потом я креп стал гибридной государственной политикой собрал детей своих и пошел в украину убивать украфашистов не отказывайся от меня русский марш мы с тобой одной чистой национальной крови ты я ты мечтал я сделал ты будильник я проснувшийся боец и правда в год начала гибридной войны против украины русский марш в москве 4 ноября собрал очень мало людей в.б. путин целиком съел националистическую повестку дня и русский марш и русский мир пошли бок о бок бои гибридными отрядами в украину прошло три года гибридная война против украины и западного мира закончилась поражением частично перебита орда русского марша и русского мира россия под санкциями экономика в стагнации перспектив победить западный мир с двумя процентами мирового ввп нет никаких националистическая повестка дня взятая наперевес путиным привела россию к провалу наглядно показав что по этой дороге ходить не стоит верно перспективы россии связаны с освобождением от национализма с формированием общественного запроса на интеграцию страны современный западный мир создание возможностей для всех граждан на разворот ресурсов сжигаемых войнах и впоследствиях захватов на внутренние нужды страны конечно перемены не просто неотделимы от решения крымского вопроса и вывода их там нету из донецка и луганска перемены должны предполагать широкую политику доверия между россией и украиной компенсацию украине ущерба от гибридной войны создание механизмов которые гарантировали бы украине и другим соседям что больше они не подвергнутся агрессии со стороны россии только такая политика открывает этой стране хоть какую-то перспективу и какое значение для такого подхода имеют споры националистов разных оттенков теоретического марширующего и уголовно практического стреляющего скажу какую роль роль препятствий и больше никакой чем больше будет в стране национализма тем больше будет воин холодных и горячих гибридных любых тем быстрее будут таять и так скромные возможности россии тем глубже будет последующий распад поэтому только отказ от национализма от любого национализма в любых формах москва лето дожди они не могут смыть запекшуюся на руках национализма кровь убитых в украине это не я говорит бледнее русский марш не прячь руки покажи их всем они такие же красные как у меня равнодушно отвечает русский мир в виде стрелкова поправляя киоргиевскую ленточку навальный собирается говорить со стрелковым он не только легитимизирует международного преступника он ставит его на один уровень с собой лично для меня навальный в этом споре уже проиграл как политик претендующий на президентство навальный видимо совершает ошибку которая может уменьшить его шансы стать во главе страны очень надеюсь что его мощь как тарана атакующего режим эта ошибка существенно не изменит поэтому пусть говорят конечно лично для меня навальный закончился в тот момент когда сказал что крым это не бутерброд настоящий политик прогрессивной цивилизованной страны не может так говорить он должен был безоговорочно объявить что то что было сделано путинским режимом должно быть разрулено законном порядке уважающим международное право а раз он этого не говорит значит ничем особым лично для меня навальный от путин не отличается и вот то что он будет говорить с гиркиным стрелковым на самом деле маньяком убийцы с которым должен разговаривать только прокурор на скамье подсудимых лишний раз доказывает что видимо в алексей навальном я не очень-то ошибаюсь